так ребятушки всем доброе утречко вот сейчас буду выезжать машинка под замерзшая видите на зеркалах такая тима даже стоит в гараже тут тоже каток страшнейший во дворе еле до греб до гаража сегодня вторничек еду работать второй день правда 9 часов уже так ребятушки вот выезжаю я кстати вчера 110 километров проехал ребзя на улице вот такая обстановочка колодео морозы о как говорится лед везде скользко даже джипы медленно ездят так и совсем приветик приветик поближе выехал я поработать 9 часов с чем-то там было вы увидите время собственно говоря маслица проверил все в норме сейчас еду с танкопии на танкопии в общем подача была с танкопии еду на чичебабина там что 41 в общем минута просчета заказа то есть это повышенный будет коэффициент так далее вы на один подъезд дальше там девушка с коробкой где-то девушка с коробкой на один подъезд дальше девушка с коробкой он идет все давать ребзя дуку же спускается доброе утро девушка с коробкой доброе утро поехали надо задам еще как то аккуратненько у лица чичебабина 9 да к сожалению без вариантов что не посместить никого еще я и людей как бы понимаю заезжаю многие сейчас он общаюсь с таксистами на дороге стали сегодня с утра уже в инстаграме видео в тиктоке там по выставляли харьков на кульках на заднице ползают на клочковской я угорал конечно вообще пацанчик сел на кулек и погнал туда к тетрису туда нет просто по тротуару да он так ногами ползет ползет он видно решил что если уже упал то зачем подниматься кулек проще под задницу подложить и ползти у меня вдруг сейчас сегодня с польши должен возвращаться с работы только уезжал там он летом и он не подумал про зимнюю резину это да это ему очень тяжело будет и вот по этим вот дорогам по вот этому всему через ну вот с Польши и с Львова как это и катить сюда то еще приключение я думаю ему дешевле какую-то будушную резину купить там где-то зимнюю потому что так ему будет реально тяжеловато где-то хотя бы наши на монтажке там подскажите может какую-то завалявшуюся ну да этими подушками и одеялами обвязываться на улицу уходить заодно тепло будет и подушки безопасности с одной стороны хорошо с другой стороны если я добавлюсь одеялом я же не выйду дальше все на этом путешествие закупался да 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 день успел опять приехал я за местом вот смотрите собственно говоря адрес там кто спрашивал вот адрес вот это место на улице вот такое гололед страшный как заходить непонятно обойду вчера уже показывали видосики как люди на кульках кульки под задницу мастили ездили заходим котейка вон встречает видите на входе акции или индейки там ну да такси в Харькове сегодня вообще не акте работает вообще да я согласен наверно 6 операторов вызывали да да вообще тут полтора часа стоим один вообще поломался экотакси хотели на электричках покататься да да в зачет едем сдавать а а тут сказали что в другую точку надо а тут внезапно а что за отчет такой ФПДР с правилом дорожного движения да ничего себе что на права сдаете или что или учти нет просто студенты всунули предметы а бы такие а что это за профессия что надо сдавать лесники лесники да ничего это как и с рыбой вот это вот да вот на печенегах взять там за сетки гоняют за удочки гоняют за все гоняют но есть специальные вот эти артели или как они называют которые ставят километровые вместе с рыбнадзором сети да по документам там все за копейки проводится да 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 и тоннами просто тоннами эту рыбу там любую какую хочешь с печенег вывозят просто камазами тоже как-то с лесником разговаривал на безлюдовке там есть вот этот лесок там небольшой можно знать а да есть там и тут ознакомился с лесником ходил там грибы собирал и то разговаривал Они как раз там деревья помечали какие-то, то больные, то под вырубку, то еще что-то. Раньше, говорит, еще у него батя лесником был, и потом вот это жен. Говорит, если раньше, там послевоенные годы, когда отец этим занимался, да, заходили по безлюдовке, по этим домам шли, типа надо посадить там лес, надо посадить там сосну туда-сюда. Людей, говорит, сотнями собиралось, все садили, ничего никому как бы не надо было, ни денег, ничего, все садили на энтузиазме. Я вам расскажу, как садят. Я влечу палокарным шабашек, сейчас садят, по 20 кустов кинули, остальное выкинули и пошли. Пофоткались для фейсбука. Да, да. Но тоже он, говорит, сейчас вообще очень тяжело, с насаждением лесов каких-то. Они не выживают, сейчас же климат меняется. Сосна сейчас уже все. Да? Ну климат же... Плохо ее уже, да, растет? Вот молодое, там, может, знаете, город Балагре. Да, 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 конечно. Ну, там 70% что посадили в этом году, оно там и так сажалось, метр через восемь. Ага. А ну, 70% я общался, не выжил. Вот это да, да. А тебя саженцы нормальные, да, были все? Насчет нормальных, я не знаю. А как они, кстати, их делают? Я смотрел, что они там такие вообще... Да, есть рассадник, они просто сыпят семечку, шишки и все. Они там даже не заморачиваются. И сколько надо учиться на лесниках? Как и везде. Это институт здесь, да, получается? Пять лет надо? Ну, с магистратурой 6. Лесник-магистр. Ну... Ребятушки, вот скупился я. Купил сальца такой кусочек. Купил отбивную свиную. Ошеечка немножко. Курочку. Домашнюю две штучки. Видите, какая красота. И, собственно говоря, телячью отбивную. Хорошо, что вам начал снимать видео, то я вместо свиной отбивной вот этой взял свиную мякоть. Ну все, погнал я дальше работать. Мясо в холоде покатается в багажнике и так. Так, ребятушки, только что отвез парня в Песачин. И отсюда мне заказик сразу иди сюда на болтавский шлях. Сейчас оттуда беру какого-то икра. И эту икру везу, собственно говоря, в аэропорт за 200 рубасей. Достойно, по-моему, можно и прокатиться. Погнал, ребятушки. Это вторым заказиком как бы оно шло. Я аж удивился, я за кофем пошел деньги разменять. Я тут только раз смотрю на 200 рубасей заказик и поехал. Кофе пока не пил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аэропорту трактор хоть начал убирать. Вот там на въезде ребятки сшибли один из шлагбаумов, стоевую. И они все-таки решили здесь хоть немного песочком посыпать. Вчера здесь заезжал, это трэш-контент. Вот там между машинами ездил. Тут, блин, очень опасно. Решили почистить. Внезапно зима наступила нежданно-негаданно в декабре месяце. Как всегда у нас. Вон и девчата погнали. Со своими четыре... Четыре чемодана у них было, ребятки. Чтобы вы понимали. Ну, в пиор, еще же у меня пакет мяса там. Сейчас вот эти гирлянд. Только шо ляпнула на машину такая ледовая фигня. Снег, лед. Ну, вы поняли. Оно намерзает там наверху. Потом болтается и падает вниз. Вот такая вот тема. Вроде бы и красиво, но есть минуса. Так что будьте аккуратны, когда здесь ездите. На Сунской, Пушкинской. Присаживайтесь, куда я это делаю все. Здравствуйте. Можно нормально об этом сказать? Я не вижу, что у вас там. Знаете, ребятушки, чем мне нравится Uber? Что ты здесь не как подневольный человек. Вот сегодня тоже общался с чуваком. Он подрабатывал на он такси. Но не потому, что как бы ему деньги нужны были. Тачка, у него хорошая, рожа, кожа, все дела. Там, по-моему, в бизнес проходила, как он говорил. Вот. И к чему, собственно говоря, я все это. И в он такси ты там чувствуешь себя каким-то рабочим. То есть, как сказали, так и надо делать. Здесь же ты приехал, тебе клиент сразу чем-то не понравился. Платную отмену лупанул. Полтинничек ляп тебе на счет, а то и больше. И поехал. Вот это как бы позитивчик, это плюс. Вот только что я был на заказе, и тут девчуля мне начала. Можно нормально, можно не нормально. Можно и высадить, и как бы вуаля. Детского кресла нет, еще что там. Вот, ребятушки, мост открыли, видите, по Плехановской, вот как едешь, сделали наконец-то. Но на трамвайных путях до конца не доделали. И получается там вот такая вот канава. То есть, туда лучше не соваться, потому что может крутануть тут прямо на мосту. То есть, с горем пополам, и вот таки закончили. А здесь все уже, Европа заканчивается. Уже дорога плохая. Опять латочка, опять нормально. Зачем был тот кусок оставлен, непонятно. Как-то так. Вот сейчас съезжаю, получается, дальше. Так что, нужно пробираться в центр так быстрее, Ребзи. Ребзи как обосрали машину. Просто нереально. Деньгам, наверное, большим бабкам нереальным. Пишите комменты. Как у вас, когда машину птицы обгаживают, деньги появляются или нет? Пулю какую везут, Лексус, ребятушки, посмотрите. Красивая тачечка, да? Пишите, как вам Лексус нравится, нет? Ребзи. Кому какие, кстати, марки автомобилей нравятся. У кого какие есть, кто на каких работает, тоже очень интересно. Здравствуйте. Постараюсь. Не закрыли там, чуть-чуть синихиваться. На Полтавский, да? Да. Вначале там. Ой, навстречу вышли. Да, ну да. Классно, что так, потому что сейчас такие есть заезды. Да, вчера там тоже, какие вообще заезды. Ну, я обычно заезжаю, а вот выезжать проблема, честно говоря. Ну да, там штор не очень хорошая. Ребятушки, в общем, поработал я. Пробег 500 км получается. Времечко 3 часа 21 минута. Сейчас надо поехать, собственно, привести себя в порядок. Постричься 5-10. В общем, часов отработал 6, заработал 600 гривен, 100 гривен час. Нормально, работа есть получается, плюс-минус.